Привет, друзья! Представляю вам очередную SRM. Это SRM 9211 GB. Вот ее номер. Удачненько я себе приобрел ее. Очень интересный нож. Это один из двух самых бюджетных ножей от SRM. Он очень легкий. Второй бюджетный нож. Давайте сразу покажу. Это у нас SRM 9201 в пластике с 8 хром. Здесь тоже 8 хром, здесь G10. То есть вот две модели. Это они самые бюджетные. Мне было интересно. Эта модель мне очень нравится. И я себе еще раздобыл вот такую. Давайте пройдемся. Здесь у нас клинок такой в виде танта. Такой тантоид непонятный. Таблетка для открытия. MB-Lock, он же Axis. Короткий спейсер. Глубокая клипса черная. Я хотел со светлым клинком, но так уж вышло, что с черным у меня вышло. Но зато вся фурнитура черная, клипса черная удобнее носить. Так, значит изначально из коробки у него несколько тугая механика. И не все его ценят. На самом деле надо просто убрать заводской солидол и брызнуть баллистолом. Для начала просто брызнуть баллистолом. Или каким-нибудь жидким маслом. Потому что заводской солидол, во-первых, должен разработаться немножко. Во-вторых, заводской солидол он не дает вот этой механике. Вот механика прекрасная. Падает под собственным весом. Нож очень маленький. Ну такой не маленький, он тоненький, очень аккуратненький. Есть спорные решения. Но в общем целом приятный. Приятный нож. И при этом у него длинный клинок очень. То есть это здоровенный такой клинок в таком компактном корпусе. Значит, ручка несколько пистолетная, но в руке не чувствуется это. Очень похож на Лгуэли. Вот эти вот столовые в руке. Вот, но при этом он еще и складной. Так, что еще? Давайте пройдемся. У Танто нет ребра, но вот проводя палец чувствую, что здесь толще спуск. То есть вот здесь вот такой выпуклость такая. Зачем здесь сделана Танто, я не совсем понимаю. Потому что мне кажется, вот визуально оно здесь не очень уместно. Да, я понимаю, что все ножи одинаковые. Хочется сделать оригинальный. Может быть найдутся свои почитатели без сомнений. Но мне вот кажется, что если бы он был бы вот таким. Вот смотрите, я закрываю. И сразу клиночек кажется такой же аккуратный, как и ручка. То есть он, мне кажется, вот таким вот образом более гармоничный. Ну, даже вот чуть-чуть, хотя нет, чуть побольше. И сразу вот он более гармоничный становится. Ну, это моё мнение. Уверен, что у каждого есть своё мнение. Вот, относительно спейсера. Тоже хотелось бы его чуть подлиннее, потому что немного играет. Ручка немного играет. В руке нормально, но когда сжимаешь, чувствуешь, что игра есть. И эту игру можно было бы, ну, удлинив спейсер, решить. Ну, вот мне так кажется. Хотя, видите, здесь вот Танто. Видите, он вылезает вот здесь вот уже. И может быть втулкой, не знаю. Ну, в общем, решили не заморачиваться этим решением. Не делать более тонкий клин. То есть его тоньше делать вот таким вот. Решили оставить как есть. Ну, вот пожертвовать немножко жесткостью конструкции. В принципе, тут ничего такого критичного нет. Вот. В руке удобно и открывается хорошо за таблетку. Клин тяжёлый. И открытие тоже такое, ну, несколько тяжеловатое. Снизу можно открыть и так, можно и так. В принципе, хороший такой рабочий ножичек, недорогой. Думаю, в сумку у женщины пойдёт. И, в принципе, и в рюкзак бросить. Ну, такой, типа, продукт порезать и всё так. И там, и пикник пойдёт, там, и так, и DC. Ну, лучше, мне кажется, со светлым клином. Ну, просто продукты резать. Вещица хорошая. Ещё момент какой-то относительно спейсера. Вот здесь вынесено так дизайнерские темлячные открытия. Но дело в том, что когда я просто разговаривал с людьми и вижу, что многим это не подходит, то, что неудобно открывать аксис. То есть, вот видите, этот амбилок аксис, он же, его нужно упирять. И тогда он, там, он будет открываться. И когда вот вы его, вы его упираете в руку и закрываете. И вот этого расстояния не у всех хватает. Видимо, короткий, ну, рука короткая и не всем хватает. Если бы, вот, то есть, он был бы вот такой, то это было бы удобнее. То есть, можно даже спилить вот таким вот образом для того, чтобы было комфортнее. Ну, в общем, здесь есть несколько спорные решения. Но, тем не менее, нож мне нравится. Цена-качество, как всегда, у СРМ вообще супер. Вот. Что еще хорошего про него можно сказать? Давайте сравним его с крысой и пройдемся по ТТХ. Вот так. И вот так. Рабочая область у нас побольше, чем у крысы. заметно. И ручечка у нас заметно меньше и тоньше. И более узкая. Вот. Но руке все равно удобно. Так. А давайте еще сравним его вот с его братом. Я бы не назвал его конкурентом, потому что это одной конторы ножей. Вот таким вот образом. Вот это прям суперская модель. И в ней как раз компромиссов гораздо... Ну, я бы сказал, что вообще нет. То есть он очень удачный. Вот. И поэтому я, на самом деле, рекомендовал бы вот такой вот нож. Но и у этого ножа есть место под солнцем. Так. Давайте, собственно, еще и тогда и режущую кромку сравню. У него побольше, чем у режущей кромки, чем у 9201. А это 9211. Вот. Сталь тоже 8 хром. И у этого тоже. С пластиком который. Так. Что еще я хотел хорошего рассказать про него? Весит он у нас 84 грамма, что крайне немного. О чем я и говорил, что в рюкзак, в сумку, там куда-то, там даже женщина бросит себе, и это будет немного вес. Меньше 100 грамм. Толщина клина 0,3,1 я намерил. А сведение подкачало я намерил 0,6. И вот на этой грани 0,8. Т.е. толстовато хотелось бы, конечно, потоньше сведение на таком мелком резачке. Ну вот, давайте разберем по режиму построгаем, для того, чтобы вы сложили свое мнение об этом ножке. Так. Я снял уже его. Плашка. Винты. На винтах присутствует синий фиксатор. На оси у нас ничего не присутствует. Так. Снимаем пружинок, все выталкиваем осевой. Осевой у нас с антипроворотом присутствует солидол. Вытаскиваем. Это, конечно, все стандартно. Медная шайба перфорированная. И черный тефлон. Так. Все тут сразу развалилось. Печальненько так. Видите, тут втулка вторая стоит на спейсере. Лучше бы они, конечно, вот так вот, такой спейсер бы сделали. Ну, вот сделали и сделали. Ладно. Давайте уберем солидол. И скрутим назад. В принципе, тут больше ничего интересного. Вот. Печальненько. так, давайте немного построгаем все стандартно, березовый черенок и сосновая доска проверяем только эргономику буквально чуть-чуть так, схватиться-то поудобнее просто интересно, честно говоря, я ее не строгал вообще так, значит сразу как только я начинаю строгать, у меня начинает продавливаться рукоять это не очень удобно то есть, ну понятно, он в принципе такой столовый обвод обвода столового ножа он не для силовой работы скорее так ну так для интереса, давайте все-таки построгаем надо уже другую доску искать от этой уже ничего не осталось ну, мягкую древесину он строгает нормально несмотря на толстый ну как бы достаточно толстый подвод в руке удобно, но играет то есть, когда сжимаешь его он легко вполне играет но это, как повторюсь, было очевидно давайте черенок еще немножко построгаем твердую древесину вот видите вот здесь такое углубление это вот там-то как раз он схватил а верхняя часть клинка не работает то есть, поэтому тонтоид он очень специфический так, ладно в общем при желании застрогать что-то можно удобно? нет, неудобно но мне ничего не мнет разве что немного клипса но надо сделать еще упор на то, что все грани у меня скруглены но опять же при желании построгать можно застрогать, но повторяюсь есть смысл проверять остроту она была заводская далеко не идеальная нормально надеюсь было интересно интересно